Расскажи о поворотных ключевых точках в твоей жизни. Мне очень повезло на мастеров, реально меня любит Бог все-таки, я в этом уверен. Мне не встретился ни один идиот, ни один эзотерик, ни один ветер в уши и так далее. Мои мастера были очень четкими в том, что они делали с моим эго. И базовыми поворотными точками были те пинки и оплевухи, которые я получал от своих мастеров, дико сокращаясь внутри, дико обижаясь, дико переваривая это. Но у меня есть такой формат. Жить в доверии. Я им доверял всегда. Были совершенно трешевые моменты, когда... Но просто так не должно быть. Но не должно с тобой так поступать. А они делали со мной это. И это были очень важные поворотные точки, когда я шел дальше через пинки. Я шел дальше и очень благодарен мастерам за это. И если речь о ключевых точках, то ими и были такие моменты. Прыгнул и оказался на самом дне. Как при этом удержаться на плаву и выкарабкаться? Ты не можешь прыгать и оказаться на дне. Ты можешь только оказаться в другом пространстве. А на дно можно упасть. Да, упасть можно. Я очень четко слежу за словами. Как говорят на Востоке, отточенность твоей речи показывает отточенность твоего ума. Ум не худший инструмент. Но он должен быть отполирован до зеркального блеска. Чтобы каждое слово было о том. Люди даже не могут подбирать слова к своим вопросам. А я не учил прыгать на дно. Нет. Упал. Как встать? Взять себя за и начать вытаскивать себя. Помоги себе сам. Кроме тебя никто тебя не вытащит. Иначе ты будешь перекладывать ответственность и застрянешь. Ко мне буквально неделю назад привозили аж из Челябинска парня хорошего. Увы, наркотики. Парень осознает это и понимает. Но он хочет, чтобы его кто-то вылечил. И я тем, кто его привез, пытался объяснить. Там были такие нормальные чуваки. С кривыми носами приехали. Брателло, помоги. На что я сказал. Он сам хочет вылечиться или нет? Отвечает. Ну вот мы его привезли. Близкие. Я говорю. Я с ним поработаю. Потому что я вас уважаю. Но. Но я не знаю, чем все это закончится. Но пока держится. Может быть я что-то в нем изменил. Что ты можешь сказать о состоянии зависимости от учителя, мастера? Да, такое происходит. Это вопрос корректности, внутренней этики. Она всегда тебе подскажет, когда будет пора клиента от себя оттолкнуть. Для чего ко мне приходят люди? Никто не хочет брать на себя ответственность за работу над самим собою. Всем легче прийти, дать денег и прислониться, опереться, расслабиться. Почему всегда все ищут, прыгают из христианства в буддизм, из буддизма в суфизм, из суфизма в каббалу? А чей бог лучше? Чей мастер лучше? Чей учитель? Джей, дар. Хм. iety. Речь идет о привязанности. Если мастер неэтичен, он будет манипулировать. Все эти техники подразумевают под собой манипуляции в той или иной степени. Слово «манипуляцию» зачастую придается негативное значение. Но манипуляция – это просто управление и воздействие. Нормальная, хорошая манипуляция всегда нужна. Но если ты неэтичен, что ты можешь сделать человека полностью зависимым от себя? Это лишь вопрос твоих аппетитов. Обычно я даю 10 сессий, блок. И потом, хочет человек или нет, на 2 недели я его от себя отлучаю. 2 недели – это минимум. Да, есть проблемы, которые решаются долго. Вы годами их накапливаете, культивируете, заталкиваете глубоко внутрь. Порой приходится долго и упорно вскрывать и вычищать гнойники. Но основа моей работы – самоисцеление. А я лишь катализатор, скальпель. Но не тот, кто за вас будет работать. Я не ваш допинг. Поэтому заставляю вас уходить и работать самим, когда нужен новый толчок. Делаю корректировку и помогаю двигаться дальше. Это очень тонко, но для меня это очень-очень важно. Многие размениваются на такое подсаживание, на свою энергию. Особенно, если она сильная. Просто будь осознан. Будь осознан. Все, что я могу тебе сказать – это мой совет. Если ты чувствуешь, что жить не можешь без этого, посмотри на лидера. Что он с тобой делает? Для чего он с тобой это делает? Как правило, здесь всегда заменшен финансовый вопрос. Чтобы вытянуть какие-то деньги. Чтобы ты пришел в этот зал. Принес завтра свои 10 копеек. Все делается для этого. С тобой не работают. Тебя выжимают. Разводят. Если ты чувствуешь, что тебя трансформируют в жесткой форме. Происходит то, что в дзен называется шоткат. Срезать путь. И тебе на твое эго сапогом встали. Окей, иди туда. Но, как правило, это неприятно. Если ты приходишь и тебе говорят – «Ой, какой ты растакой! Ой, у тебя такая энергия! Ой, у тебя такое сердце! Ой-ой-ой!» И тебя гладят. Только 100 рублей неси. Не ходи туда. Там с тобой ничего не произойдет. Ты в еще большую ловушку попадешь. И твое эго будет просто несказанно счастливо. А душа будет понурая. Опять мимо. Опять мимо. И опять мимо. Вызов всегда тебе устраивает трансформацию. Ты всегда ее проходишь. Но опять же, здесь два пути. Ты это можешь сделать для медали какой-то. Я прошел 21 день динамической медитации в 6 утра. Да, холодно. Тяжело на самом деле. Для ума ужасная техника. Но я сделал. А ты на кого медаль-то вообще повесил? Твой ум счастлив. Я доказал всем, что я сильнее. Тоже не путь. Тоже не вариант. Или ты тянешься к мастеру. Обрати на меня внимание. Я. Вот я. Каждый раз прихожу. Каждый раз. А что ты приходишь-то? Приходи для себя. Будь абсолютно эгоистичен в этом. Когда ты приходишь в какой-то центр, где ты работаешь над самим собой, ты абсолютно эгоистичен. Ты это делаешь не для красного словца. И не для отчета в инстаграме. И не стой ни с кем рядом никогда. Ни на кого не оглядывайся. Потому что вы будете друг друга питать и поддерживать. А прыгать надо одному. Прыгай сам. Прыгай один. Не оглядываясь. Медитация. А медитация приходит по запросу. Обычно это случается, когда человек достиг какого-то дна или уперся в стенку. Алкоголь, наркотики, онкологическое заболевание. Короче говоря, когда с человеком случаются какие-то вещи, которые сигнализируют о регрессе души. Как только идет регресс, и душа начинает нарушать законы Вселенной, все переходит на тело. И когда оно слышит вот эти суровые звоночки, душе от пространства, если слушать свое тело, то это означает, что надо обращаться к самому себе. Встречаться с собой. Эта встреча происходит только через медитацию. И только так. Медитация – это тот инструмент, который позволяет отключить эго и ум. И в результате ты сможешь увидеть самого себя. В моменты кризиса – потребность души – медитация, чтобы осознать и понять, в чем неправильность присутствия здесь и сейчас. Кому нужно медитировать? Всем, кто хочет встретить себя и изменить свою жизнь. Но медитировать нужно не из подражательства и гламура, а из устремления души. Абсолютно всем нужно медитировать. Многие, кто встает на путь ЗОЖ, идут только по пути проработки тела. И этим грешит также современная йога, которая становится более силовой и более спортивным. Таким образом, люди упускают такую соответствующую, как работа над внутренней энергией, именно над жизненной энергией. И это очень важно. Хотя понятно, что в здоровом теле – здоровый дух. Да, я это поддерживаю. Но нужно всегда разделять дух, душу, тело и прорабатывать все три аспекта. Поэтому я говорю, слушайте, вы же делаете зарядку для физического тела. Ну так сделайте зарядку для своей внутренней составляющей, для энергии. Сделайте энергетическую зарядку, и тогда вы будете более функциональны. И медитация как раз является сублимацией всех этих активностей по проработке физического тела и внутренней энергии, по выравниванию ментала, по укреплению силы воли и силы духа. То есть, медитация имеет в себе все составляющие вот этого поиска, этого творческого начала встречи самого себя. Но здесь нужно сразу отделять технику медитации от самой медитации. И если ты выполняешь технику медитации, то через час полной тотальности и осознанности ты ловишь проблески состояния вне ума. Сама же медитация – это все, что ты делаешь. Все, что ты есть, это должна быть медитация. Но увы, люди сидят у себя в башке, они захвачены умом, и поэтому медитации не случаются. Все становится обычным деланием. В технике же может быть даже отчасти делателем, но тебя будут спасать тотальность и осознанность, которые понижают уровень искусственности делания. Однажды случаются действия, то, что является движением энергии. И человек понимает, что медитация – это все. Начиная с того, как ты моешь пол или готовишь еду, и заканчивая тем, как ты ложишься спать или идешь в туалет. Это все должно быть медитативно, то есть осознанно. Как начать медитировать правильно с самого начала, имея в виду самостоятельную медитацию без ведущего и без движения. Я считаю, что нужно начинать с техник медитации. Многие выполняют техники и считают, что они медитируют. Это огромная ошибка. Медитация – это состояние вне ума. Но человек, и это научный факт, может не думать максимум 8 секунд. Не думать очень сложно. Зажигаются благовония, надеваются белые одежды, принимается поза лотоса, но человек все равно продолжает думать. Для этого существуют техники, позволяющие ослабить жар ума. При вашей абсолютной тотальности и осознанности в течение часа вашей практики вы получаете от секунды до минут состояния недумания. И получив опыт недумания, вы можете увеличивать промежутки между мыслями. И однажды, исходя из этого опыта недумания, вы превратите в медитацию любую вашу активность. Хоть уборку, хоть готовку. Да хоть на гармонии играй. Но я принципиально настаиваю на присутствии учителя или мастера, так как неправильно выбранная техника может вызвать сильный дисбаланс в формате дух, душа, тела. Вы можете пытаться изучать техники по книгам, но книга не видит вас. Книга – это в основном компиляция, техническая информация, а живой мастер имеет свой опыт здесь и сейчас. Даже та, которую мастер написал три года назад, уже в прошлом, а ты в настоящем. И мастер может дать тебе именно то, что актуально здесь и сейчас. Какие ошибки мы делаем в медитации? В первую очередь, это напряжение. Его дает контроль. В осознанности всегда есть расслабление. Поэтому тотальный контроль за собой – это еще не осознанность. Попытки контролировать создают напряжение. Еще одна ошибка, когда используют техники, которые не подходят конкретному человеку и типу его тела, психики. Неправильно подробная техника может довести до серьезных последствий, таких как, например, шизофрения. Поэтому главная ошибка новичков – это практиковать без мастера. Мастер сразу увидит, какая техника подходит в данном случае. Чем должен обладать человек, чтобы проводить медитации с другими? Опытом? Знающий молчит. Человек, который проводит медитации, практики, тренинги и так далее, должен быть подтверждением своих слов. Если он преподает динамическую медитацию, он сам должен это делать каждый день в 6 утра. Если человек проповедует веганство, он сам должен так питаться всегда, без исключений. Если он учит чакровому убегу, он сам должен практиковать его каждый день. К тому же, этот человек должен обладать огромным жизненным опытом. И в зале, где проводится медитация или практика, чувствует себя, как рыба в воде. Он должен управлять ситуацией. Кого-то затрясло, кому-то плохо стало. Все это надо уметь видеть и быть к этому готовым, а также знать, что делать в той или иной ситуации. И для этого надо обладать огромным опытом и хорошо читать людей. Понимать, где у человека просто сапота шума, где ум вскрывается через тело, а где протекают очень глубокие энергетические процессы. Продолжение следует...